Урок 4. Взаимодействие модулей. В этом уроке рассмотрим варианты взаимодействия модулей и посмотрим на примере взаимодействия модулей через события. Зачастую при работе с модулями возникает необходимость взаимодействия с модулями, установленными в системе. Например, вам в модуле потребовалось совершить некие манипуляции с инфоблоками или производить работу с ценами. Вариантов взаимодействия 2. Прямые вызовы и события. Под прямыми вызовами понимают непосредственный вызов методов модуля. Механизмы работы. Подключение модуля с помощью функции cModuleIncludeModule. Непосредственный вызов метода класса или функции модуля. Событие – это какое-либо произвольное действие, в момент выполнения которого собираются все обработчики этого события и выполняются по одному. Для стандартных модулей всевозможные события описаны в документации. Для сторонних модулей в худшем случае придется искать события в коде. На примере такого кода рассмотрим прямой вызов модуля. Метод IncludeModule класса cModule проверяет, существует ли такой модуль в списках установленных и при его наличии подключает файл IncludePHP модуля. Соответственно, в момент выполнения становятся доступны методы модуля. В случае, если модуль не найден, функция вернет false. В зависимости от возвращаемого значения можно выстраивать поведение скрипта. Так как конструкция может вызываться в разных компонентах, присутствующих на странице, можно не опасаться множественного подключения модуля. В случае, если он был уже подключен, повторного подключения не произойдет. Механизм работы. Зарегистрировать в момент инсталляции свой обработчик с помощью функции RegisterModuleDependencies. Соответственно, необходимо иметь эту функцию обработчик, убедиться, что скрипт, в котором эта функция находится, подключается в файле Bittrex.modules.id.module.include.php. Сущность событий позволяет сделать модули максимально независимыми друг от друга. В большинстве существуют события с префиксами on-before, on, on-after. Однако возможны ситуации, когда события может не оказаться или они будут названы по-другому, зависит от разработчика модуля. События позволяют разработчику внести изменения в поведение продукта, не затрагивая ядро. Например, событие on-before-iblock-элемент-add позволяет модифицировать элемент инфоблока перед сохранением, а on-after-iblock-элемент-add после сохранения элемента. Для регистрации обработчика событий в модуле используется функция RegisterModuleDependencies. Регистрация выполняется один раз при установке модуля. Синдексис функции таков. Продолжение следует... В модуле WebMessenger требуется регистрация двух обработчиков событий. Обработчик события on-prolog модуля Main добавляет нужные скрипты к странице в момент выполнения визуальной части пролога. Обработчик события on-after-user aus-arise модуле Main изменяет владельца текущего чата на идентификатор авторизованного пользователя. Событие требуется для случая, если пользователь общался в чате неавторизованным и решил авторизоваться. Удалить обработчик события можно с помощью функции RegisterModuleDependencies. Как правило, это происходит во время удаления модуля. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова